Ну что, друзья, всем привет! Начнём с того, что сегодня четверг. Да, и все предыдущие дни я нихрена не снимала. Всё потому что я устала. Ну, не только из этого, конечно, плюс я ещё заболела. И как-то мне не хотелось этим заниматься, мне вообще ничего не хотелось, но все эти дни я работала. Я ещё удивлена, как я вообще в крайней разболелась с таким режимом. Потому что надо было лежать. А я и концерты играла, и с учениками работала. В общем, простыла я после концерта свадьбы, которые я снимала. Помните, я говорила, что там было очень холодно? Вот, после этого я подпростыла. Дальше у нас был понедельник, я работала с учениками, плюс вечером была репетиция. Кстати говоря, я кусочек вам сняла. А, что-то да, не попали. А, где-то не так было. Вот, теперь вроде, а, вот, а иду. Получается, да, повторов не будет. Короче, там, значит, в... Начало мы просто раньше, да, я вступил, видимо. Я думал, что там сначала низкий к стринге, потом квадрат, а там целый квадрат. Ну, потом мейкни тут, если еще раз, потому что я могу проебаться. Включили, а он еще раз, вот, послушали. Вступлю, вступлю, да. Да, что-то. А, тогда дальше, вступлю. Вот он, да, витарка. Да, витарка. Что же я тебе сделаю? Все зеваю, всех вырубаю. Можете сделать что-нибудь там? Ну, да нет, я... У меня тут просто видно эту часть. Это как клавеса вообще-то, никак где-то. Да, Ваня, я на тебя сейчас повернусь. Тру-ту-ту-ту-туу! Ту-та-та-та-та-та-та-та-ту-та-та, ящик, ту-та-та-та-ту-т-ту-ту. Ой, бл***. Ну, я не знаю... Лук, л intrigа, флики-шу, бля. Шли-пик, флики-ш-б klar. Бяк, оно вот, естественно, заедает. Бл***! Ну, все, укурissez, да? Вот, потом был вторник, во вторник у нас был концерт. Что я могу сказать? Мы были полностью искусаны комарами. Опять же, было люто холодно, лично мне. И плюс, я напоминаю, что я была заболевшая. Ну, правда, в этот день я купила себе инговерин. Вот, и начала его пить. Что, собственно, наверное, меня и спасло. Ну, как видите, сейчас, вот сегодня четверг, я сижу с вами разговариваю, вполне себе... Ну, насморк, конечно, присутствует небольшой, но вполне себе работоспособна. Вот, во вторник был концерт. Естественно, я не могу вам рассказать многого, но концовка была так себе. Короче, вообще, этот день, это полностью он был так себе. Я бы даже сказала, что очень плохой был день. Про концерт опустим подробности, потому что я не могу об этом рассказывать. Вы вообще даже не представляете себе, сколько всего остается за кадром, и сколько я вам не рассказываю и не показываю. Вот, после концерта, часов в одиннадцать ночи, мы вернулись домой. И я покушала, пошла мыться. Думаю, сейчас полежу в горячей ванне, потому что болеть нельзя. У нас на следующей неделе в ЭФ, в субботу мы сдаём тесты на ковид. И как бы, ну, вот болеть вообще нельзя, потому что там всё строго. Вот, думаю, надо полежать в ванне, потому что опять промёрзло. Сейчас, блин, ещё больше разболеюсь. Плюс ещё мне надо было голову помыть. Залазаю я в ванну, начинаю мыться. У нас была какая-то с самого утра проблема с Титаном. Он, короче, шланг от Титана, он вот так вот его, вот так колошматило. И Титан очень сильно шумел. Короче, как бы я сразу поняла, что что-то здесь не так. Но что конкретно, естественно, до меня не допирало. Да и как бы и не должно. Я же, блин, ну я же не сантехник. Вот. Честно, мне было страшновато мыться. Потому что картина, ну, страшная. И я уже хотела, я прям даже, я просто быстро располоснула голову. Даже бальзам не наносила. Потому что хотела поскорее выйти. Думаю, ну, блин, что-то вообще странное происходит. И тут просто бабах, взрыв. Взрывается труба. Вот. И просто комната ванная начинает заполняться паром горячим. Я ничего не успела сделать. Я просто стою, я ору, потому что мне страшно. И я не знаю, что делать. Я просто встала, как вкопанная. У меня ступор, блин, был. Естественно, на мои крики прибежал Серёжа. И говорит мне, блин, типа, убегай, быстрее отсюда. Ты что стоишь? Я убежала. Со мной как бы ничего, слава богу, не произошло. Вот. Серёжа ошпарил себе руку, так как, ну, надо было воду перекрыть. Всё там перекрыть. Вот. Короче, как оказалось, наш Титан какого-то фига нагревал воду до 100 градусов. Хотя должен нагревать её до 75. Тоже знаете об этом, да-да-да. Вот. И выдавал пар. Представляете, вместо воды. Вот такая вот тема. Ну, естественно, походу пар под давлением там порвал эту трубу. Короче, весь следующий день, во-первых, меня вот так вот просто трясло. У меня был такой стресс. Я как бы, блин, голая, мокрая выбежала в коридор. Думаю, вообще офигенно Ваня погрелась. Думаю, сейчас точно заболею. Во-первых, стресс. Во-вторых, я нифига не прогрелась. Короче, я думаю, всё, жопа. Ну, и плюс я вообще так устала. Ну, вы не представляете. Вот. И весь следующий день мне пришлось... Всю следующую ночь мне пришлось потратить на то, чтобы искать сантехников. Я нашла сантехника, он утром приехал. Мне пришлось отменить вообще всю работу. На следующий день, кроме двух там уроков в самом конце дня, вечерних, чтобы провозиться с этими сантехниками и ремонтниками. Сначала мы вызвали сантехника, он починил трубу. Потом он нам сказал, что титан надо выкидывать. Мы такие, блин, беда, потому что во Владивостоке нет горячей воды всё лето. Кстати, напишите в комментариях, вот если вы из другого города. У вас вообще есть такая тема, что отключают вот так вот воду на всё лето? Скажите мне. И меня это до сих пор удивляет и бесит. Просто дико. Потом мы вызвали чувака, который шарит в титанах. Он нам сначала тоже сказал, что скорее всего его надо менять. Но потом, посмотрев, что там не всё так плохо, починил его. Короче, в этот день мы десятку просто вот так вот, просто вот так вот отчехлили за все эти работы. Но, слава богу, титан нам починили и пока что он работает. Это главное. Вот. Короче, неделя началась просто от ас. Кстати говоря, почему-то в среду я проснулась как будто бы абсолютно здоровая. Ну как, конечно, не абсолютно здоровая. Я до сих пор не абсолютно здоровая. Вот. Но чувствовала я себя более-менее. Хотя я думала, что всё, я слягу, потому что уже сил никаких не было. Ну, следующая неделя у нас будет не менее сложная. Да и это как бы ещё не закончилось. Начнём с того, завтра у нас концерт в Находке вечером. Так что поедем опять в другой город. Ну, там я, наверное, вам поснимаю. Там ничего секретного нет. Потом в субботу у нас ещё одна свадьба. И в воскресенье... А, в субботу в 10 утра. Представляете, вот у нас концерт в Находке. Мы опять вернёмся очень поздно ночью. И потом в 10, к 10 утра надо идти в администрацию Владивостока, сдавать мазок для ВЭФа. ВЭФ — это Восточноэкономический форум. Для тех, кто не в курсе, он проходит во Владивостоке каждый год в сентябре. Вот. Туда прилетают всякие почётные лица. Всякие политики. В этом году вроде там будут представители 60 стран. Вот. Ну, Путин, наверное, тоже прилетит. Ну, по крайней мере, каждый год он прилетает. Никто об этом до последнего не знает. Но каждый год он здесь. Вот. Поэтому, скорее всего, он тоже будет. Мне ещё донесли весточку, что Билан Димочка будет выступать. Может, с ним ещё встретимся. Кто знает. Посмотрим. Вот. Поэтому в 10 утра мы идём сдавать ПЦРы для Восточного экономического форума. Потом у нас вечером концерт-свадьба. И в воскресенье у нас вечером чек, саундчек для ВЭФа. В понедельник мы выступаем на главной сцене. Вообще, короче, следующая неделя — это полный трэш. Я думала, я не буду работать. Я отменила всех учеников. Но так как на этой неделе были накладки с... Ну, как я говорила, я отменяла учеников. Мне пришлось их поставить на следующую неделю. А на следующей неделе просто как бы концерты каждый день. И не знаю, короче, как я буду со всем справляться. Сколько раз я ей себе уже говорю, господи, всех денег не заработать. Что ты творишь, Илён? Ну, что поделать. Когда-то моя мама говорила, что... Наверное, она и часто думает, привет, мам. Что музыкант — это не работа, там, и всё-всё такое. Знаете, музыкант — это капец какая работа. Вообще, работа всем работа. Так, в понедельник мы выступаем на главной сцене ВЭФа в 19.00. Во вторник мы... Это вообще страх какой-то. Мы играем для делегации какой-то правительственной. Вечером. Там запретили кучу песен играть, естественно. Потому что сейчас очень многие музыканты запрещены. В России, вот, поэтому будем там определённый репертуар тоже играть. Сейчас, кстати, сегодня буду учить песни всякие старые, там, Антонова, там. Мечта сбывается. И всякое такое. Там в среду ВЭФ опять. В четверг опять ВЭФ. В пятницу ВЭФ. Ещё в пятницу ещё один концерт. Вечером у нас во Владивостоке. Потом в субботу у нас. Опять концерт вечером в Тринити Пабе, в котором мы уже тоже выступали. И в воскресенье опять ВЭФ. Просто без выходных. Так. И потом на следующей неделе... Господи, ура, ура, ура. Я улетаю в Москву. А нет, блин, не на следующей неделе. После ВЭФа ещё недельку надо отработать мне с учениками. И потом уже на следующей неделе я улетаю в Москву. Господи, как я жду этого момента просто. И, кстати говоря, я надеюсь, что я не пройду в финал. Вот почему-то, когда я реально хочу пройти в финал... Ну, для всех, кто не помнит, я участвую в конкурсе. Вот. И когда я реально хочу пройти в финал, почему-то я туда не прохожу. Если я пройду в финал, то мне придётся искать в Москве студию, чтобы там позаниматься. Потом участвовать в этом финале. Плюс ещё финал. В самом конце нашей поездки в Москву я всё это время буду в напряжении думать о том, блин, там надо хорошо сыграть и так далее. Короче. И, кстати говоря, 17 сентября я улетаю в Москву. А 16 сентября у меня концерт в казино. И вернусь я опять поздно вечером, а утром я улетаю. Ну, это трэш полный. Потом 23 сентября я прилетаю, а 24 сентября у меня уже концерт. На этой божественной ноте я ухожу работать с учениками. Скоро у меня будет урок. Сегодня бездень. Я проведу здесь. Ну, а дальше... Просто главное выжить. Ну что, друзья, всем привет. Сегодня мы играем в находки в заведении Кот и Клевер. Такая у нас тут гримерочка. Маленькая. Но хотя бы она есть. Уже хорошо. Заказала себе. Видите, какие штуки на Валберес? И вообще, Валберес это у меня уже как магазин. Я туда просто хожу как в магазин. Даже еду некоторую там покупаю. Вообще, пока ехали, меня так укачало. Я просто хочу спать. У меня болит голова. Дорога была длиннющая. Везде какие-то пробки. Дорога плохая. Вот, поэтому... Спать охота. О, барабаны. Ну, че себе тут, блин, склад. Какое-то просто райское место. Смотрите, тут. Паяна? Ого, господи. Так, давай знаешь, че положим? Чуть-чуть на котлетка на вторую. Умый, да, арбат. Понятно, пошло. Аль, еще раз, да? Да, они два подвяжутся. Я прошу, лишь не ломайся. Ставь российский альтофронт. Ехать никуда. Ехать никуда. По южному шоссе. Ей хочется, ей надо. Ой, вот, ага, а я вот с уколенных привет сразу. Холодный, как Россия. Красивый, как... Даже нахуй. Я все звали с ними, Я поехала со мной. Пусть луналом свет ярко, Обменяем мы на марте, Везет девушку, Это почти автопатию. Нам даже звезды свет ярко, Нас догнала и на марте. Я прошу, лишь не ломайся, Как российский альфронт. Да прошли. Субтитры делал DimaTorzok, Субтитры делал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Все, друзья, мы отыграли в этом чудном месте Мне тут очень понравилось Кормят вкусно, люди такие добрые Кстати, был полный зал Все танцевали, пели Короче, очень круто Классная установка, классный стул Все так удобно, все слышно Классный звукарь Я довольна и счастлива Время у нас 12 часов ночи Часа 3 мы будем ехать домой И завтра в 10 утра Нам вставать на тест для ВФ И на саундчек Потому что завтра у нас еще один концерт Свадьба вечером Вот, поэтому в 10 утра нам на ПЦР-ку И на саундчек Это кошмар, как мне встать, я не понимаю Но как-то придется Вот, полюбуйтесь Мой бейджик Сейчас, если ПЦР не сдам Можно будет его просто повисить на стену Господи, я не выспалась Просто нифига В администрации города Полный ПЦР? Полный ПЦР Не роместин мне Я, короче, не пшикала все роместином Сейчас сделаю Что будет, то будет По-моему, я ему дал, я ему дал Все, мы сдали ПЦР, ну как тебе? Алена сказала, что это самое глубокое проникновение в ее жизни Я говорю, не суйте мне глубоко Она, блин, как мне всунула По-саму, я не хочу Мне реально так никогда не брали глубоко Глубокое проникновение У тебя глубокое было проникновение? Я была двойное Почему двойное? Потому что сняла в нос, потом в рот А, ну мне тоже, блин Юра, глубоко было? Помогите Не, она нежненькая сегодня Блин, надо было Меня прям не щадило Дип-троуд не получилось Я была у нее уже уточка Вот, блин А я говорю, не суйте глубоко Скажите, а Мне засунули, по-саму я не хочу Как будто с кастинга Бразерс вышли Мы засунули, по-саму я не хочу Идем на саундчек Сегодня вечером играем на свадьбе Вот здесь Наконец-то Мы тут сегодня играем Пришли результаты теста на ковид Отрицательный Неделя рабочая все-таки будет у меня Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok